МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый ранец! Информационная служба телерадокомпании Гомель начинает свою работу в эфире у студии, працует Евген Пабалавец. Глядите в нашем выпуске. У Мазары открылся новый детячий сад. Водоемы Гомельской области обновляют популяцию стерлядей. У Гомель на международное навыковое читание проехали навыковцы сями краин света. Зараз об этом меньшем больше подробязано. Новый детячий сад на 300 месяцев открылся в Мазары. Объект социальной инфраструктуры побудованы в рамках державной программы социально-экономичного развития и комплексного выкористания природных ресурсов припятского полеса. Оценили працу будовников и проектировщиков и корреспонденты телеканала Мазыр. Новый, яркий, сучасный. Детячий сад с будовничьего объекта перетворился у гостиный дом. По традиции гостей сустракали на порозе. Будучи полноправные господары, дошколяты дяковали вершами. Руководству области мы говорим спасибо за то, что в новом садике уютно и красиво. Детячий сад стал упрыхоживанием нового микрорайона. Еще несколько годов тому на его месте была пустка. Силами 20 подрядных организаций при поддержке исполкома, технических надзоров, проектного института воздвигнуто это грандиозное строение, которое украшает весь микрорайон. Долго чеканный момент. Улада от будовников назавжды переходит до педагогов. Символический ключ от детского сада принимает заведующий Государственным учреждением образования Ясный сад номер 40 города Новгоря Жанна Ивановна Медвенюк. Легкий бутафорский ключ для керунника установы на самой справе великая отказность, что дня сад будут наведывать амальтрыста детей. Мы постараемся своим творческим педагогическим коллективом, чтобы нашим детям и всем уважаемым взрослым их родителям было уютно и комфортно в нашем детском саду. Просторные группы, новая мебля, цацки, утульные спальни, а еще атмосфера радости и свята у фарбах и на стенных малюнках. Мы под большим впечатлением, когда посмотрели территорию, посмотрели внутри садика, оборудование, комнаты. Все, что для людей, для детей, которые здесь будут. Трохповерховый будинок – это 16 групп. Компьютерный класс, спортивная, тренажерная и танцевальная залы, медицинский блок, а еще бассейн. Областные улады подарили установе архтехнику, районные, сучасные тренажеры. Проектов таких детских садов в Гомельской области практически нет. В 2012 году лично принимал решение о строительстве детского садика председатель Гомельского облсполкома Владимир Андреевич Дворник. И благодаря его поддержке даже в трудное время, когда, казалось бы, не хватало денег, но тем не менее была всегда финансовая подпитка для того, чтобы этот детский садик в обязательном порядке, в кратчайшие сроки, вступил в эксплуатацию. Уже на наступном тей дне детский сад примет своих выхованцев. Лидия Поттер, Олег Фитцнер, телеканал «Мазыр» для телерадио компании Гомель. Увазя Гомельшан. С сегодняшнего дня за будавнейших работ будет скорректирован рух транспорту по интернациональной улице. Что дня с 8.30 до 18.30 проезжать тут сможет только громадский транспорт. При этом будет закрытый припынышный пункт в улице Гагарина. Такий режим захавается до 25 листопада. Обязанные маршруты продугледжены по улицах Фрунзе, Пролетарской, Речицкой и Селянской, а так само Богдана Хмельницкого, Бочкина, Украинской и Гагарина. В Беларуси означали День архивиста. На Гомельшане своим профессийным святом его лишать больше 150 человек. Как выглядая головные архивы в нашем регионе и на кольке уникальные документы он заховывая? Высветляла Ганна Ковалева. Это архивы хранилища особо ценных документов, где хранится комплекс 1917 года. Это документы органовласти, управления, сельского хозяйства, образования, промышленности, которые у нас существовали в тот период времени. 500 тысяч документов, некоторые вековой давности. Военные стратегии, постановы улады, судовые справы. Державный архив в Гомельской области самое буйное архивное подразделение в нашем регионе. Тут працует амаль полсотни человек. Зараз я на актуна переводят фонды сховища, уличбовый формат, отказываются на запад и пишут сборники и представляют Беларусь на замежных конференциях. Я был приглашен на международную конференцию в октябре месяце в Израиль, в Иерусалим, где выступил тоже о холокосте на Гомельщине. Была очень интересная конференция, было 17 стран в сезоне. Но я представлял Гомельскую область. В уголе на ровне из мясцов, между хорами седы, звертаются и замежные. Из России, Украины, Израиля и инших краин. Цекавить звездки социально-правопоха, майомысного и историчного характера. Некоторые шукают информацию про протков, как скласть генеалогичное древо. Инших седы проводят навуковые опрацы. Причем для опушных информация предоставляется бесплатно. За месяц у середням отказывают на 300 зворотов. А кроме областных архивов в регионе есть еще три подразделения. Архивы – это самая важная сфера и деятельность нашей работы. Потому что без документа человек не является человеком. Все начинается с документа. Потому что, не зная свою историю, не может существовать общество, человек и так далее и прочее. Поэтому, уважаемые коллеги, разрешите вас поздравить с самым дорогим для нас архивистов праздником. Потому что история складывается с чего? С документа. А мы – хранители этого очага. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадо, компания «Гомель». Региональная, национальная, огольная человечея у славянских литературах обмерковали на международных навыковых читаниях. Свои доклады на эту тему представили выкладчики авторитетных ВНУ «Семь краин света». Гостей принимает Гомельская областная библиотека Мяленяна. На открытии конференции побывали наши корреспонденты. Семь краин-удельницы, полусотни запрошенных, международные навыковые читания просвещены памяти народного письменника Беларуси Ивана Навуменки. Его имя широкавя дома, як у нашей краине, так и за ее межами. Творчая спадчина письменника – это 12 сборников и оповяданню, оповесть, шесть романов и шматлики науковой аппарации о проблемах становления и развития беларуской литературы. Мы им вельми удячны Гомельскому университету и особенно профессору Штейнеру. И он молодчина, что, сбирая навыковые кадры не только из всей Беларуси, а из всего света, не сядет в клавиши руки и робит вельми добрую навыковую справу. До следующего справа Ивана Навуменки протягивают сучасные литература-знавцы. Мясцовые замежные навыковцы вызначают актуальные пытания и спробуют дать на их отказ. Ти буде исновать литература у традиционного выгляда, до якого мы привыкли. Ти будут з'являться шматомные эпопеи. Ти может просто на смену великим жанрам придуть больше маленькие, які отповедают нашему имкливому часу. Свои меркования выказывают специалисты из России, Польши, Украины, Германии, Словении и Великобритании. Их выступления показали беларусской литературой, актуна цікавицы из-за мяжой, при шемне которой из гостей заявили об этом на беларусской мове. Я стал цікавиться Беларуси, когда писал докторскую диссертацию о развитии беларусской мове в 19-м соходе. И меня пошансовало быть знакомыми с судонными людьми, как Василием Биковым, например, и с Рихором Бородулиным. Программа международной конференции различена на два дни. За этот час будут огучены каля 40 докладов. При этом на сцену выйдут и родные Ивана Навуменки. Ганна Ковалева, Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоакампанія Гомель. Скауты шотландских Абердина приехали в Гомель. Тут они прабудут титдень и за этот час наведутся некольких гимназий, городский социально-педагогичный центр и областную асоциацию детей и молодых Аздема. На передней они побывали на встрече с представниками городской улады. С Абровским относином Гомеля и Абердина 26 годов. Побратимские стасунки иснуют не только на паперы. Что год зявляются новой накерунки суместной деяностей в разных сферах. Реализуются социальные, медицинские, культурные и адукационные проекты. Все лето заявилась и новая голена супрацовництва – обмен вопытом по плановании городов. Гомельские городобудовники знакомятся шотландской архитектурой, их специалисты приезжают до нас. Что до абердинской организации скаутов, то это уже 21-й визит у Гомель. Самый запоминающийся фрагмент города – это парк, центральные улицы Гомеля и национальная еда – драники, блины и борщ. Я не изучаю русский язык в Абердине, но рад той языковой практике, которую смогу здесь получить. Также очень впечатляет архитектура Гомеля. Здесь очень красивое здание, и я надеюсь, что увижу еще много интересного, и у меня останутся самые приятные воспоминания. У водоема Гомельской области обновляет популяцию стерляди. Специалисты сподяются, что гэты проставник семейства асиатровых освоит свою экологичную нишу без шкоды для инших поставников их тяфауны. На зарублении Припяти побывали наши корреспонденты. Больше их две тонны щупаковой стерляди выпустили у Припять специалисты природной аховы. До 70-х годов минулого 100-го года у реках Беларуси стерлядь была довольно шматликой промысловой рыбой. А зараз ловится одинковыми экземплярами. Вид уключено в червоную книгу. А последние два года специалисты спробуют одновить популяцию. Почему мы именно стерлядь и щука – это, можно сказать, домашние рыбы, которые исторически уже сложились, они здесь жили, и им есть здесь кормовая база. Кормовая база, сами понимаете, это главный элемент питания рыбы. 10 тысяч рублёв каштовали мальки, яких закупили у двух рыбгасов. Это мытовые сродки членов белорусского товариства полевничих и рыболовов. С каждым годом всё этих хищников меньше и меньше. Вода падает, воды нету. Я не знаю, куда это… И рыбаку очень много стало. И вылавливают не то, что всю рыбу. И маленькую, и большую, и среднюю. Частковую ситуацию погаршает сама природа. Засуха, отсутность угодного разливу, и рыба не растится у речище, а не у пойми раки. У вынику икра не програется солнцем на мелководде. Для того ж у речище ее амаль целком зъядают драпежники. Белорусские навыковцы раят зарыблять водоемы тыми видами рыб, якие исторично водились в Беларуси. В ближайшее время мы планируем зарыблять и реку Сож тоже. Может быть, в планах именно в том числе запустить сама. Ну и опять же стерлядь тоже. Это очень интересный вид, который, еще раз повторюсь, хотим установить популяцию. Яугин Поболовец, Марина Северьянова, Валера Игапанько, Тейлера, Део, компания Гумель. Белорусская молодежная громадская организация вратовальника у пожарных, отзначая свое 15-ти годзе. Так эти даты промерковали республиканскую акцию «Молодь за беспеку». Активисты допомагают шмадетным семьям, одиноким, со старылым и инвалидам. Сустракаются с ровесниками рассказывать про свою организацию. А кроме того, акция вышла и на хвале радиостанции Гумель-ФМ. На территории Гумельской области проходит республиканская акция «Молодежь за безопасность», которая приурочена к 15-ти летию Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. И на эту дату отмечаем мы в эфире радио «Гумель-ФМ». Вместе с тобой участвуем в специально приготовленной акции. С початку, корыстающуюся подказками ДДЖ, радиослухачам треба было узнать и службовые автомобили МНС. Зарабить это оказалось и нескладанно. Ехали с супругой в автомобиле, и слушали радио, и услышали. Были неподалеку, и сразу подъехали, оказались первыми. Той, кто первым вызначил место дислокации автомобиля, у промым эфиры радио «Гумель-ФМ» отказывал на некольки пытанию от Белорусской молодежной организации воротовальников пожарных и МНС. За правильные отказы удельники отрымливали подарунки. Даже сейчас Белорусская молодежная громадская организация воротовальников пожарных одна из наибуйнейших организаций Беларуси. Такая дейничая во всех ее регионах. В ее родах каля 170 тысяч человек. Активисты БМОСП активно участвуют во всех мероприятиях, конкурсах, слетах, республиканских акций, проводимых под эгидой Министерства по учрежденным ситуациям. Оказывают помощь многодетным семям, престарелым и пожилым людям. Протягнется акция «Молод за беспеку» до 15-го Кострышника. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадио «Компания «Гумель». Вечер, каля кино оживая. В концертной зале городского центра культуры гучала музыка с фильмов, которые стали «Сусветной классикой». Знакомитые композиции из таких блокбастеров, как «Гульня Простолов», «Пираты Карибского моря», «Титаник» вошли в программу под назвой «Сусветные саундтреки». Для даршам ее представили музыканты державной установы «Гумельские городские оркестры». Над программой працовали больше 50 музыкантов. «Гумельские городские оркестры» «Гумельские городские оркестры» Дарэчий, перший проект «Сусветные саундтреки» у «Гумеля» прошел в Червине с великим поспехом. Зараз у зале так само не было свободных местов. Проект «Мировые саундтреки» действительно очень популярен. И, наверное, потому, что мы сделали шаг вперед на встречу людям, на встречу их интересам и вкусам. Было огромное количество просьб повторить этот концерт еще раз, так как столько людей уже чуть ли не перекупали билеты, поэтому этот концерт пройдет в третий раз. Пока более точной информации я сказать не могу, но ждите, этот проект имеет продолжение. На этом наш выпуск завершен. У студии для вас працаваў Яген Пабалавец. Усягу добрага и до сустрэша у эфіры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова